Добрый вечер! Служба худкой медицинской допомоги Гомеля готова до работы у святочные дни. При этом, по словам Керауниства городской станции, плануется не только увеличить количество спецмашин, а и укомплектовать бригады наибольшь квалификованными специалистами. Как свечет статистика прошлых годов, в первые дни Нового года количество выкликов увеличивается амаль на треть. Алексей Циропа, интересно, чем будут заниматься гомельские медики на этот Новый год? История худкой медицинской допомоги у Гомеля наличия больше 100 годов. На периоды дни Першой Су-Светной войны, например, тут открыли земскую больницу. Цекаво, что урачи працуют у её и у наши дни. Сегодня у гэтом будинку находится травматологичный пункт. Нельзя сказать, что у медиков не хапая работы, але отсутность лёду на городских улицах, и, як следствие, снижение колькиси травм, напруженность явно снижая. Хоть у вогули гомельские медики готовы до любых ситуаций. У городской станции худкой допомоги сегодня одночасово заденечено каля 50 бригад. Гэта отпаведае дзеючым социальным стандартам. При гэтом усе машины оснащены GPS-навигаторами, что дозволяе больше эффективно размерковывать прямаемые выклики. Бадай адзинае, на что скарзится бригады, вельми маленькие лечбы номеров дамов на шматайких будинках, что стварая проблемы с пошуком необходимых адресов, особливо у ночный час. Иншая справа, что есть выпадки, каля худкую выкликаюсь без особливой потребы, что в свою чергу можа пауправаць на час приезду спецмашины до тех людей, кому допомога заправды вельми потребна. Либо родители, либо дети беспокоятся, что не смогли связаться с мамой, с папой, звонят в скорую помощь, выказывают свое беспокойство, просят подъехать по указанному адресу, но по прибытию не нуждаются эти пациенты, и ни о какой скорой они, конечно же, не думали и не собирались вызывать. Бывают и у нас такого рода выезды, когда звонят, просят подъехать, но за время в пути человек принимает какой-то медикамент, и по прибытию то же самое артериальное давление приходит в норму, и по большому счету данный пациент не нуждается уже в оказании помощи. По словам керавництва городской станции «Гудки до Помоги», на новогодние святы плановится не только поэлечить колькость спецмашин, а и укомплектовать бригады наибольшим квалификованными специалистами. Як свечать статистыка в прошлых годах, у первых дней нового года колькость выкликов поэлечивается амаль на треть. При этом до 40% пациентов звертаются у Гудкой до Помоги со скаргами на повышенный тиск. У сувезе, с чем медики нагадывают, коли докладно выконовать усе рекомендации, додатковые выклики спецтранспорту не спотребятся. Тембошь, что в святочные дни можно будет без проблем звернуться у городские поликлиники. На гэты Новый год режим их работы будет складен с таким уликом, как оказать усим пациентам максимально максимальную допомогу. С обслуживанием вызовов на дому, при этом бригады врачебные будут укомплектованы, исходя из того, что необходимо будет привлечение узких специалистов, работа лабораторных служб, рентгеновских служб, для того, чтобы человек мог получить медицинскую помощь, как в обычный день. И вызовы, которые будут поступать, будут обслужены также в течение рабочего дня учреждения. Олег Синтеров, Евгений Макинько, телерадиокомпания ГОМИ. Выхованцы Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов за сабливостями психофизичного развития представили калядный суд. Под такой назвой дети продемонстрывали святочный спектакль, его первыми глядачами стали старые добрые сябры установы. Поставить соправдный спектакль детям допомогали удельники волонтерского отрада «Эдельвей» советского районного отдела БРСМ. У невеликой глядельной зале неазменные доброчинцы дома-интерната. Представники Министерства працы и социальной обороны Республики Беларусь Гомельского католитского прихода, высшейших новочальных установ и предприемства у города. Для этих детей нужно найти время. Прежде всего, знаете, я бываю часто не для этих детей, эгоистически приезжаю для себя, потому что, когда мне трудно, эти дети очень помогают. Когда я с ними общаюсь, вот я посмотрю потом на свои проблемы и думаю себе, вот опять я ошибился в своих решениях внутренних, и поэтому общение с ними мне очень помогает лично. И поэтому вот эти дома и весь этот коллектив, так скажем, для меня это тоже духовная такая поддержка для меня и для моей жизненной деятельности. Больше, мне кажется, сейчас они делают, чем я. Гости свята пришли с калядными подарунками, бытовой техникой, присмаками и цацками. У целым доброчинный рух с наближением святов набирают все большие обороты. Так, акция «Наши дети» уже давно стала неадъемной часткой подрыхтолки всей Украины до новогодних святов. И с каждым разом до этого руху долучается все больше дельников. Что можно, какой подарок лучше для детей? То, что можно поиграть, то, что можно скушать. Поэтому, конечно, мы приехали со сладостями. Это традиционные подарки. Но они не скажут, что только сладости. Бывает, мы привозим и игры какие-то. То есть работники министерства тоже участвуют в этих акциях. И все такие акции проходят во всех детских домах для детей с особенностями развития по всей стране. Ганна Ковалева, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Больше как 400 детей стали удельниками профсоюзных ёлок, и кейсёня пройшли у Гомели. У театр-ляли, где проходила акция, запросили маленьких жихароз у сих районов в области. Удельники профсоюзных ёлок кажут, что запрашение на акцию для их стало самой радостной падеей этого месяца. Некоторым детям батьки навод у школы у гэтый день дозволили не исти. Стольки шаканья было связано с гэтым святом, что об нешим иншим навод думать тяжко. Бо калі вериш ўцуда, яма павінна обовязкова здарыцца. Когда мой муж принёс позавчера билетик с работы «Агропромтранс», мы очень-очень обрадовались. И Кришиночка хочешт рассказать, что она хочет здесь увидеть. Расскажи про куколы, что ты ожидаешь, Деда Мороза, Снебурочку, Зайчук. Я хочу увидеть... Следующий год обезьяны. Я хочу что-то такое особенное увидеть, чтоб какие-нибудь представления хорошие посмотреть, и чтоб мне было весело. Подчас профсоюзных ёлок батьки запрошенных дятей як соправдные фотокорреспонденты. Калі не на фотоаппарат, то на сотовый телефон фиксуються литерально кожная им гнення. Тепер гэта яше семейная гістория, об якої будуть узгадывать напевно яше не один год. Увагу ли ў гэтые дни профсоюзные ёлки проходять во усіх районах Гомельской области. А праша таго за кошт профсоюзов для дятей набываются билеты у театры, областный цирк и навод на самую головную ёлку краины у Минск. Особливая увага детям-инвалидам и детям-сиротам. Шефство над іми узяли галиновые комитеты. Подаруйте детям добрыню, сёня гэта бадай, головный девиз профсоюзных організацій Гомельщини. Добра не бывает много. И очень приятно, что исполняются детские мечты. И в преддверии Нового года мне хочется очень пожелать, чтобы добрый Дедушка Мороз исполнил все детские мечты. Ну и подбой курантов, мы тоже взрослые, все загадываем желания. Пусть они обязательно исполнятся. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Йовген Макеенко. Телерадио компания Гомель. Республиканское громадское объеднание Белая Русь у сёмый раз проводит акцию у Новый год с Белой Руссю. На гейтараз подарунки отримала семья Миколаенко с Гомеля. Под обязанностью материалей Йовгена Пабалавца. Тата працює в святарому храме. По вечарах бегает на свежем поветре. Мать выховывает деток. Дачки, а их у сямьи Миколаенко одразу пять, займается конным спортом, спевает и грает на музычных инструментах. Одным словом, полновартосная, сучасная белорусская семья. Республиканская акция у Новый год с Белой Руссю проводится уже сёмый год запор. За этот час калядные подарунки отримали каляд 20 семью. Мета подобных акций протягнуть увагу храматства до шмандетных семью и выхованцев детяших домов. Кап люди отшували клопот до сябе, кап такие семени были добрым и оскравым прикладом для остатних. Дети своих родителей по-настоящему хорошо и разносторонне воспитанные дети никогда не забудут своих родителей. Поэтому, наверное, это тот момент, на который нужно обращать внимание наших жителей и то, к чему должна стремиться каждая белорусская семья. Евген Паблавец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Духовность сучасности и минулого. У гэтая дни объеднали у стенах Палаца культуры чугуночников. Каля 150 работ сучасных фотомостаков и экспонаты староверского иконопису заняли целые два поверхи. На презентации выставочных проектов побывала и наша здымочная группа. Адресу две новые экспозиции открылись у Палаца культуры чугуночников. Коллегами по выставе стали экспонаты Чаширского гисторика этнографичного музея и фотоработы клуба «Святло души». Объеднувающим звеном стала тема обе две экспозиции «Премеркованный доколят». На першем по версии гостей с устрока именовито фото выставы у ЕЕУ айшли больше за 30 работ як профессийных фотографов, так и початковцев. Фотография – это вообще миг вечности, да? И вот этот миг вечности запечатлен для будущих поколений. Он ушел, его больше нет, но он остался на фотопленке, остался на фотографии, и мы можем смотреть прошлое. Это очень-очень интересно, во-первых, и это имеет огромный духовный смысл о том, чтобы люди никогда не забывали свою историю, чтобы люди помнили, не просто прожили день, а что этот день оставил в их жизни след. Вот эти все фотографии, они оставляют глубокий духовный след в сердце человека. На другом по версии свои места заняли экспонаты Чачерского историко-этнографичного музея. Тут представлено больше як полсотни икон, некоторым из них уже больше за 150 годов. Усец являются ярким прикладом староверства. Большость написана в темных тонах, с первого и коричневого, фиолетового и бордового. С рода экспонатов есть узоры Бабичской народной иконописной школы, яка сегодня признана уникальной для Беларуси з'явой. Мы район, пострадавший в связи с аварием на ЧАЭС, 30 лет, 30 лет скоро будет, поэтому большинство икон, они собирались под селенным деревням, когда оставались пустующие дома, иконы собирались, и таким образом, скажем, в фондах нашего музея, где-то даже церковь сегодня, где-то даже, может быть, и завидуют тому, что у нас есть вот такие уникальные, оригинальные вещи. Фоновым додатком образов стал я еще один с добыток Чаширской земли, коллекция червона-белых ручников. У целом, у гисторик-этнографичном музее Чаширска сегодня заховывается коля 20 тысяч предметов. Самый уникальный из них, разом с участными фотоработами, гамельчане и гости города смогут увидеть до 25-го студеня. Ганна Ковалева, Валера Гапанько, телерадио, компания «Гомель». Сегодня подписаны контракты с новым головным тренером футбольного клуба «Гомель». Гэта вядома белорусский специалист Владимир Журавель. Журавель починал займаться футболом на «Гомельщине» у Мазырской дитячо-юнацкой спортивной школе. Гольцом выступал за российские и белорусские клубы. Тренерскую карьеру починал у Джодзинским «Торпедо» помощником «Хлаукома». За пять годов працы головным тренером ни разу не займал место у таблицы, ни жей за другое. Четыре поспехи с солигорским шахтером одной же с Минским «Динамо». Со столичной командой Журавель у першиню гисторой клуба вышел у групповую стадию Лиги Европы. Контракт со специалистом подписан на один год. В выпадку выконания поставленных задач на сезон супрационниство помеж боками будет протягнуто. Контракт подписан, но задача, безусловно, у нас одна. Это результативно сыграть в 2016 году и завоевать путевку опять в Высшую Лигу. И это была пошня информация выпуска. У студы працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жыдаем вам удалого вечера. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин